Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители моего канала на ютубе, моего клуба органического земледелия. Мы находимся у меня в моем зимнем саду, в центральной его части, по длинной стороне, она у меня 30 метров. Вот за мной, посмотрите, какой шикарный, так скажем, дерево инжира. Посмотрите внимательно, какое огромное. Сколько у него отростков. Вот это все и вот эта часть дальняя, посмотрите, гигантская, да? То есть тут более 3 метров в ширину разросся, 3, больше гораздо высоту. И получается, что, значит, это все выросло у нас где-то за полтора месяца. То есть в начале еще апреля я обстриг его, было буквально 2-3 вот таких вот на каждом основном стебле отросточка небольших. И посмотрите, какой темп роста. Почему у меня такой колоссальный темп роста? Вот, кстати, томат высотой метр, да? Где уже, посмотрите, сколько, несколько десятков есть плодов. Его обстригли только вчера. Он был очень густой, переросший. Мы удаляли лишние нижние листья. Вот, значит, томат скоро, я уж представляю, что через 2-3 недели он будет высотой 2,5 метра. Почему так быстро растут у меня растения? Во-первых, потому что у меня особые условия агроклиматические. Что это значит? Высокая температура, выше 40-50 градусов даже температура днем поднимается, но при этом растения растут, плодоносят. Почему? Потому что у меня укрыто соломой, толстым слоем соломы, вот посмотрите, укрыто все растения. И тем самым влажность почвы остается. У меня еще плодородные огромные почвы, грядки, вот видите, здесь 2 доски, 150-150, это 300, а глубиной у меня почва плодородная, еще метр двадцать примерно, общий слой полтора метра. Значит, это черенковать можно спокойно уже растения, значит, вот этот прекрасный инжир, много получить отростков. Вот. Здесь, где томаты, любые культуры, все те же самые условия, только и перцы, и баклажаны все растут вот в этом зимнем саду прекраснейшим образом. Темпы роста в 5-6 раз быстрее, чем у обычных огородников в обычных теплицах, в обычных даже зимних садах. Под каждой грядкой проложены воздуховоды, трубы, которые забирают горячий воздух. Вот, может быть, вы слышите, сзади у меня находятся вентиляторы, их, собственно, тут несколько. А вентиляторы эти, они забирают горячий воздух с самой верхней части теплицы, проходят через 2 коллектора впускной-выпускной под грядками, там перфорированные трубы, и, соответственно, конденсируется воздух, ну, в почве холодно, тут как жарко, выпадает осадок, увлажнение идеальное, это растения вообще не поливаются. Потому что здесь прекрасное увлажнение, потому как конденсируются десятки литров воды под грядкой, и вот холодный воздух выдувается, тем самым мы можем реже проветривать, и тем самым углекислый газ сберегается. Ведь углерод – это основной строительный материал, поэтому чем выше концентрация в парнике углекислого газа, тем быстрее растут растения. При наличии, конечно, необходимых других макро- и микроэлементов почвы, естественно, и азот, и фосфор, все должно быть. Ведь корни глубоко прорастают, на глубине 80 начинаются трубы, и там уже увлажнение активное. Поливать в таких условиях можно редко, несмотря на высокую температуру. Ну, вот таким образом сегодня я вам немного рассказал еще раз о моем зимнем саде. Вот показал живой пример, что происходит. А кто-то из вас ведь, наверное, видел мои ролики в апреле и видел, что тут было. Но, по крайней мере, фотографию мы обязательно сейчас поставим, и вы увидите ее буквально, что было полтора месяца назад. И сравните, как говорится, результаты и разницу. Чтобы научиться таким технологиям в полной мере, я приглашаю вас на мои специальные занятия, семинары и вебинары по аграрной тематике. Я приглашаю вас посетить мое хозяйство, как это сделали уже десятки и десятки людей и остались очень довольными. Я дал огромный объем знаний, и теперь каждый сможет достичь в своих условиях прекрасных результатов. Но я еще и предлагаю, если нет на то возможности, времени приобрести мои инфопродукты по аграрной тематике, где вы узнаете все от начала до самого конца подробно, глубоко, и вы будете сами владеть всей этой информацией, ну и добьетесь результатов не лучше, а может быть, то есть не хуже, а может даже лучше, чем я. Так что еще раз благодарю вас за внимание к моему каналу, к моему проекту Клуб Органического Земледелия. Я вас приглашаю смотреть мои все новые и новые ролики, мы их будем обязательно снимать. И не только с этого хозяйства, с моего еще нового строящегося хозяйства в Псковской области. Посещайте мой блог, мои сайты, мой обязательно проект Клуб Органического Земледелия. Всего вам самого лучшего, до новых встреч. С уважением к вам, Фролов Юрий Андреевич. Фролов Юрий Андреевич.